Так, сегодня мы проводим совещание по вакцинации. Вы знаете, вопрос очень важный, очень серьезный. Есть много моментов, нюансов, которые связаны с этими вопросами. Хотели обсудить несколько моментов по текущей ситуации, про состояние коронавирусной инфекции вакцинациативных коллективах и населения региона. Представители предприятия здесь находятся, чтобы рассказали, тоже посмотрели конкретно, что делается, что сделано и какая у нас перспектива в этой работе. Текущая гидринологическая ситуация на данный момент очень тяжелая. Заболеваемость растет каждый день, растет увеличивается, не снижается. У нас на сегодня зарегистрировано 1381 случаев. Это те, которые обратились в за медицинскую помощь. Приведу цифру сравнения за июнь и за июнь, чтобы увидели, какая разница в заболевших. В июне у нас было всего 71 случай, выявлено, это те, которые обратились. А в июле уже на сегодня 313. Рост видите, как разница? Чувствуете, какая? 4,5 раза. Я еще раз повторяюсь, это те, которые обратились. А сколько таких не обратившихся? Кто дома лечится? Сам лечением занимается. Я думаю, что эту цифру можно в полтора раза уменьшить спокойно. Причем надо обратить внимание на то, что это сегодня клиника, по сравнению с другими вещами, другая. Да, я хочу сейчас сказать, что из этих обратившихся, вот из этих, так скажем, симптомами, это лабораторно подтвержденные, это те, у кого подтвержден COVID-19 лабораторных ПЦР-методов. Мы еще не учитываем здесь людей, которые идут с вирусной пневмонией, у которых ПЦР отрицательный. Но это еще не говорит, что у них нет COVID-19. Симптоматика совершенно идентичная. Только у них в крови, в мазке не обнаружен коронавирус. Ну, при определенных обстоятельствах он не всегда обнаруживается. Что еще хочу сказать? Опять сравню, приведу страшные цифры в сравнение с прошлым месяцем. Если у нас симптомных больных было в июне месяце 87%, то в июле месяце уже 94%. Это симптомы. Сравню заболеваемости с прошлым годом. Когда мы услышали про коронавирус в марте прошлого года, мы были все в страхе, да? К нам пришел официально в июне, когда начали регистрироваться первые больные. Все боялись этого коронавируса. Все шарапались, если знали, что такое коронавирус. Если в очаге был больной, к нему не ходили медработники, не ставили уколы. Я знаю такие ситуации. Боялись все заболеть, заразиться. Я знаю, вот своим знакомым, пожилым людям, ходила сама уколы делала. Потому что никто не приходил, все отказывались. Настолько все боялись этого коронавируса. В том году за 7 месяцев было зарегистрировано 955 случаев. В этом году 7 месяцев еще не истекло. Еще раз повторяю, это те, которые обратились в 1381 с лабораторных подтвержденных. Из них смело можно сказать, что человек в приступе пневмонии без подтверждения ПЦР. То есть у них ПЦР отрицательный. Кроме того, что у нас увеличилось заболевание, у нас получается изменился баланс между бессимптомными и симптомными. Симптомные – это у которых клиника проявляется. Там определенная кашель, головная боль. В общем, болеет человек. Бессимптомные – это вирусы носители называются. У него симптомов нет. Он клинически внешне здоров. Жалоб не предъявляет. Но при этом он является носителем-разносчиком коронавируса инфекции. В прошлом году это соотношение было 50 на 50. В этом году соотношение поменялось. Бессимптомных приходится всего лишь 17%. Все остальные – с симптомами. У всех симптомы ярко выражены. Если в том году была кашель в основном, головная боль и недомогание. В этом году ярко выраженная клиника. И не только в этом году, а именно летом. В январе, в феврале, в марте, в апреле, в мае и в июне была тот вид коронавируса, который в том году мы регистрировали. Вот начиная с июля, мы заметили, что клиника, когда разговаривали с пациентами, клиника немножко изменилась. Сохраняется интоксикация организма, так как вы понимаете, высокой температуре интоксикация организма к ней присоединяется слабость, нитернование, головная боль, головокружение. Но к этому еще присоединяется поражение желудочных. Идет дисфункция с этой стороны. Проявляется у некоторых боли в животе, у некоторых проявляется боли в области желудка, жидкий стук, рвота, тошнота, что не характерно было для прошлого года. Но, учитывая литературу, вот эти признаки характеризуются, характерны для индийского штамма дельта коронавируса. Надо полагать, что данный коронавирус, данный вид штамма дошел и до нас. К сожалению, печальный случай у нас по исходам. Исходы в литературу тоже увеличились. Увеличились в полтора раза. По-моему, сегодня, да, у Дмитрия Михайловна, было три лета лета на длине. И сократился срок, так скажем, течения или проявления болезни, да? Если мы говорили раньше, что инкубационный период, раньше, до этого, когда он начинался, да, весной, в таком году, мы говорили 21 день. Вот 21 день инкубационный период, и как бы он так растягивался на эти три недели. Потом он сократился до двух недель. То есть в течение двух недель, с момента общения с больным, возможно проявиться коронавирус. Теперь он сократился до семи дней. Вот мы опрашиваем, когда помер, они заболели, получается, ну, семь-десять дней назад. Кто-то конкретно знает, кто-то с кем общался и говорит, вот я с тем-то общался. Или у меня был какой-то знакомый, там, родственник, у которого была такая клиника. Сейчас таких очень много, у которых именно контакты являются. То есть утяжелилось от течения болезни. Сократился срок проявления болезни инкубационной. То есть получается он высоко, контрагиозный, заразный. Что еще? Печально. Появилась общеголость. Что такое общеголость? Это когда в одном доме, так скажем, в квартире, регистрируется больше одного случая. Если в прошлом году это была большая редкость, если в семье два человека заболело, это была большая редкость. Сейчас, к сожалению, если в семье пять человек, болеют пять. Из семи, ну, я привожу примеры, какого-то из семи болеют пять. Теперь у нас семейные очаги лежат в стационаре. Семьи не лежат. Мы их прям в палату деляем без этих семей. Вот у нас дня три или четыре назад поступила семья из двух человек. А 16-го числа добавилось к маме двое детей. Сначала мама поступила с пневмонией, с поражением легких. Теперь появились, добавились дети. Дети тринадцати и семи лет. У всех поражение двухстороннее, полисегментарное поражение легких. Если раньше было как-то одностороннее, то сейчас оба легких поражаются. Поражение у детей от двадцати и выше процентов, что не было характерно для прошлого года. Увеличилось количество, естественно, получается, зараженных детей. У нас уже девяносто... Ну, это девяносто шесть, так если еще добавить. В общем, у нас уже сто. Это официально зарегистрированных детей, которые заболели в АТО. Вот до шести лет у нас официально двадцать семь человек. Из них это до шести лет. Из них есть в возрасте двух, полтора месяца, шесть, трехмесячных. Я, конечно, не забыла по цифрам, сколько таких, но таких вполне достаточно детей. С семи до четырнадцати, шестьдесят пять случаев. С пятнадцати до семнадцати, двадцать пять. Ну, там еще добавить, вот за последние два дня я не добавила. До станды, видите, там они все возрастают. Маленькие, маленькие дети. Грудной ребенок откуда взял? Грудной. В грудном скармливании. Ну, полтора месяца ребенку откуда он его кармливался? Мама либо папа. Когда начинаем выяснять, оказывается, болеет, вот последняя у нас, да, болеет мама, не обращается. Обращается только, когда болеет ребенок заболел ребенок. Когда обращается взрослым, болеет взрослым, не обращается. Что еще хотела сказать? Что у нас осложнилась ситуация по заболевшим, по возрастным. Да, изменилась совершенно, изменилась возрастная категория заболевших. Резко изменилась. Если у нас в июне было, нет, даже начнем с того года, у нас в основном, я всегда вам говорила, старше 60, старше 50 лет основная заболеваемость, да, приходилась. Ну, 35% это стабильно всегда были люди старше 65 лет. Вот стабильно всегда. Сейчас наоборот. К чему мы пришли? К чему мы пришли? В том году, начну с того, что мы в том году все шарахались от этой коронавирусной инфекции. Все боялись, они подходили, сидели по домам. Помните, да? Даже без этого локдауна, без этого чрезвычайного положения, каждый старался сидеть дома, не общаться, меньше общаться. В этом году, ну, видимо, все устали. Все, наверное, соскучились друг от друга. Хотят, наверное, пообщаться, поездить друг к другу, выйти погулять. Ситуация наоборот. Сколько бы мы ни стремились бы контролировать и объяснять людям, не общайтесь, не создавайте массовые мероприятия, не гуляйте, не ездите по гостям, максимально находитесь дома, изолирована с рук от друга. К сожалению, это не помогает. Просим соблюдать масочный режим. Маска для чего нам нужна? И социальная дистанция мы просим. Не для того, чтобы нам захотелось медикам вот так вот вам сказать. Заражение коронавирусной инфекцией происходит воздушно-капельным путем. Все вы потом знаете. Сам он по себе, по воздуху не летает. Он на чем-то перемещается. На чем она может у нас перемещаться? На слюне. Если я в маске, сосед мой в маске, слюна до соседа от меня не долетит. Она останется здесь. Если я в маске, а сосед без маски, а он больной, и если соблюдая социальную дистанцию, она не долетит, а ты слюна дальше метров. Ну, путь как при разговоре, правильно же? Это меры механической защиты от коронавирусной инфекции. О чем мы просим всех? Соблюдайте. И уже у вас разорвется цепь передачи инфекции от человека к человеку. Массовые мероприятия запрещаем для чего? Да потому что вы там все вот так вот, как селедка в бочке, да? И общаемся, обнимаемся, и целуемся, и танцуем, и за одним столом едим. И вот вам контакт на тот один воздушный капел, пожалуйста, в тесном помещении. А если это на доме делается? Сейчас вот стараются на дому то похороны там, то поминки устраивать, то какие-нибудь проводы, то еще чего-нибудь, то еще. Куча праздников у нас. Вся жизнь сплошная праздник. Не соблюдаем. Ничего не соблюдаем, ничего не помогает. Весь мир борется с этой, уже пандемия второй год, весь мир борется с этой коронавирусной инфекцией. Все ученые миры каждой страны ищут метод борьбы с этой инфекцией. И слава Богу, эта коронавирусная инфекция стала вакциноуправляемой инфекцией. Оказывается, можно ей управлять, просто получив вакцину от коронавирусной инфекции. Если мы сейчас вакцинируем, создадим иммунную прослойку, которая защитит нас всех, и тех, кто не может получить вакцину, это беременные, дети, лица, у которых постоянные недоплоды, не могут никакую вакцину получить при ревью, защитить себя. Мы их перекроем, защитим. У нас снизится заболеваемость, потом, да, вообще она ликвидируется, коронавирусная инфекция. И уж тем более не будет летальных исходов. И уж тем более не попадут в реанимационное отделение. Но для этого надо нам создать иммунную прослойку, или так называемый коллективный иммунитет. Есть индивидуальный иммунитет, который каждый из себя прививает, но при коронавирусной инфекции индивидуальный иммунитет зарабатывает мало, сразу предупреждая. Это очень коварная инфекция, очень антр留言сная. Ей необходим именно коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет при коронавирусной инфекции установлен должен быть минимум 60%, максимум 80% всего населения. Вот на сегодня у нас привито к вакциной COVID-1915704 человека, это последние данные. Подлежит у нас вакцинации 35139 человек. Получается, одних мы отнимем, те, которые вакцинировали, от подлежащих, да? Отнимем от подлежащих еще те, которые заболели, а не только через 6 месяцев могут получить вакцину. И у нас останется еще, грубо говоря, 18 тысяч населения, которые не вакцинированы, которые не переболели и которые подвержены риску заражения. И, скорее всего, 95% подвержены риску, учитывая такую контагиозность и распространенность этой гертовидной университетского штаба. Если мы в кратчайшие сроки не вакцинируем основную массу людей, эти 18 тысяч, ожидайте, будут болеть. Инфекция никуда не денется, она будет распространяться и будет математически прогрессировать рост. В больнице не справится. У нас было 100 коев до этого. Сейчас мы развернули дополнительно 40 коев. На сегодня у нас 117 пациентов лежит. И это не предел. Сегодня одного выписали, два поступила. То есть на одного выписанного приходится как минимум два поступивших. А если мы привьемся, мы создадим иммунную прослойку, на спад пойдет. Может быть, мы вообще забудем про этот коронавирус и будем вспоминать его как страшный сон. Но теперь коронавирусная инфекция заплатила весь мир. Эта инфекция для человеческого организма неизведанная. У нас нет иммунитета, у нас нет антител, у нас нет клеток, которые бы атаковали этот коронавирус. Мы не знаем, что это такое. Мы никогда с ним не встречались. И только благодаря вакцине этой инфекцией можно управлять. Поэтому они называются вакцинноуправляемыми. Здесь руководители предприятий пригласили в основном предприятие, где самая низкая иммунизация сотрудников и работников. Огромная к вам просьба. Вот как я вам рассказала. Доведите до свидетельств своих сотрудников. Обязуйте их вакцинироваться. Попросите, объясните, расскажите. Надо, скажите, придем к вам с лекцией, расскажем. Надо вон экскурсию в инфекционное отделение покажем. У нас уже кислородные баллоны, я смотрю в инфекцию, все больше, больше, больше. Как же органы, по-моему? Все больше, а граждан приходить по одному баллону, 60 килограмм баллону. У нас 12 палат ПИД, они все заняты. Куда еще? У нас врачей не хватает, реаниматомков не хватает. У нас некому туда же дежурить. Они уже круглыми сутками, тогда им отдыхать. Им же тоже отдыхать надо. Представьте, вот в этом костюме, кто-то на предприятии, вот эти вот «зайчики» называются. Недышащие костюмы. Наподобие этого в стационаре ходят. Представьте, 12 часов в этом костюме проходите. Вы сейчас сидите в этой маске, вам хорошо? Некомфортно, да? Некомфортно. А они в этих масках ходят 12 часов. Ну, снимают, естественно, меняют. И в этом, вот наподобие такого же, не дышащих, не проникающих, не промокающих костюме. Вот представьте, с прошлого года они так. Уже который месяц. Мы уже думали, все, забыли про это. Нет, не забыли. Опять подъем. Вот я же не знаю, какая волна. Третья, наверное, назовем ее. В октябре была вторая волна, потом чуть-чуть она спала, теперь опять третья волна пошла. Мы уже... Те вакцины, которые у нас есть. На сегодня у нас есть спутник ВИИ. Российская вакцина. Я вам говорю, эта вакцина, она защищает от всех видов монтированных коронавируса. От британского, от индийского, от южноафриканского. Это универсальная вакцина. И не надо бояться. Китайские вакцины тоже самое. Коронавакс и какой еще бы хаяр? Хаяр был. То же самое. Вот Россия идет всем на встречу. Она готова реализовывать, отдавать эту вакцину всем странам мира. Пожалуйста, берите. Не каждая страна продает свою вакцину. Вот еще в чем проблема. Почему говорят, почему у нас только ограниченное количество? Не все свои вакцины продают. Поэтому у нас такое вот ограниченное количество, только некоторые виды. У нас есть постановление 29 по Охмолинской области, где написано, что руководителям промышленных предприятий в срок до 15 августа организовать проведение профилактической прививки первым компонентом. Срок до 15 сентября вторым компонентом. У нас всего также вакцинировано 15704 человека. Это на 20 июля. Сегодняшняя дата туда не вошла. У нас, к сожалению, люди, вот вы сейчас говорите, вот, бессимптомные ходят, гуляют. Понимаете, если человек он не понимает, он и так и дальше будет ходить. От того, что мы утром и вечером обзваниваем, а днем у нас врачей не хватает. И днем, каждодневно, каждоминутно человека невозможно контролировать. Если у него своих гражданских позиций нету, то он так и будет ходить. У нас всем, кто провакцинировался первым компонентом, выдается памятка и справка. На ней без проблем приходят, печать ставят в поликлинике. И на нем пишутся ручкой синий, и никаким ксерокопией с нее снять, что это оригинал, и ксерокопия можно отличить. Это во-первых. Во-вторых, если вам приносят ксерокопированный такой вариант, вы можете запрос официально нам сделать. У нас есть своя официальная база вакцинации, в которую все вводятся. И по нему мы можем ответить, действительно ли он проходил или нет. Но по нашим датам АОК МК Казах-Алтын подлежит 2718, из них 308. ЕРЦ у нас, я не знаю, сколько подлежит, мне это не дали сколько работников. Провакцинировано 20. АОК Степногорск 277, из них провакцинировано на сегодняшний день 1101. ТОЭС ГХК вместе с СТЖ 990 подлежит, из них провакцинировано 546, но это как не дали. Из них СТЖ 135. Степногорск Водоканал 515 подлежит, 381 провакцинировано. Ахсу Технологи 582, из них 120 провакцинировано. Хазах-Алтын Технологи 569 подлежит, провакцинировано 277. Степногорская ТЭЦ 531 подлежит, 92 из них провакцинировано. СССР, так, подлежит 217, провакцинировано 119. Астана-Нам, 161, провакцинировано 148. САРЭК, 144 подлежит, 94 провакцинировано. РЭМА, 124, подлежит, 52 провакцинировано. ТОО, параллельный сервис, 119, 139 провакцинировано. Степногорская ТЭЦ 77 подлежит, 73 провакцинировано. САРЭК, приходили, я отдельно это вывела, я не знаю, в какой организационном подлежит, 3, всего провакцинировались, подошли. Степногорская ТЭЦ 8,6, из них 45. ТОО, СМЗ 79 подлежит, 43 провакцинировано. Это областная школа-интернат, Олимпийского резерва, 137 подлежит, 103 провакцинировано. ИТК 172 подлежит, 87 провакцинировано. ИТК 36 подлежит, провакцинировано, 13. Отдело образования, 1035 провакцинировано, 913. ТОО, ТТК 92, из них 53 провакцинировано. Так, детская и юношка и спортивная школа, 23 из них, 8 провакцинировано. Учреждение культуры, 123 провакцинировано, 64. Студентов, 968, из них провакцинировано всего 79. Торговые дома, 37, 84. На данный момент, на сегодняшний день провакцинировано 15704, это на вчерашний день. Но у нас очень хорошо сейчас АОЭПК Сепногорск, каждый день почти выезжаем. Они у нас просят, но сейчас, на данный момент, у них первый этап очень снизился, то это очень хорошо брали, а на данный момент у них второй этап в большинстве запрашивают. Солодовый спирт, спирт-завод очень хорошо с нами работает, Астана, он хорошо работает, СГХК хорошо работало, тоже на той неделе мы выезжали. Поэтому, коллеги, по сверке информации, есть какие-то вопросы, есть поликлиники, есть база у них, можно с ними эту информацию сверять. Точно так же мы делали с отделом образования, тоже было непонятно. Количество есть, кто привился, кто не привился. Поехали в отдел туда, сели кадровики, давай каждая школа, давай прогонять своих работников. Прогнали своих работников, все цифры вышли, все получили. Всю информацию школы получили о том, кто привит, кто не привит. Потом по вакцинам, знаете, вот с потолка не беру. В поликлинике ходишь, много чего узнаешь. Ко мне приходят за медотводами, это во-первых. Во-вторых, сегодня иду, идет женщина с девушкой, девушка говорит. А знаешь, что я сейчас скажу, вроде, в организации? Вот мне привезут в Pfizer, только я тогда буду вакцинироваться, а так я не буду вакцинироваться. У нас людей вот такая, медотвод так не дали, значит, по-другому сейчас придумано. Но я сейчас хочу вам привести такой пример. Спутник Ави по доказательной базе, то, что у него эффективность почти 100% при легкой форме. Он тяжелый, при тяжелых формах он около 85% дает того, что вы в тяжелой форме не находиться не будете. Это еще поймите, что у каждого иммунитет свой разный, каждый, кто как-то реагирует. И то, что у вас имеются хронические заболевания, хронические заболевания, будут давать то стечение, которое вам приведут. В основном у нас умирают, вот Орган Михайловна, с хроническими заболеваниями. Из них сахарный диабет, артериальная гипертония, которые приходят, чтобы им медотвод дали. Это самая большая группа риска. Вот у нас, к сожалению, люди вообще не понимают. И я понимала бы, если бы в Казахстане только вакцинировали. Весь мир вакцинирует кто чем может, потому что у них цена разная, вы поймите. То, что он в глаз не вошел, это не означает, если почитать, правильную информацию находить, а то они в интернете что выходят, вот все плохое выходит. А то, что на самом деле, если человек захочет найти, он находит. Но они не хотят этого находить. Читайте вообще чужую информацию, которая как бы фейковая. Я говорю, я не знаю, у нас такого вообще никогда не было. Очень тяжело работать. Вы поймите, у меня работа с 8 до 5. Но я выезжаю, вот Алтна у нас может повторить, я и к ним выезжаю сама, потому что людей не хватает. И вакцинировать езжу сама. Домой мы в 12 ночи, в час ночи возвращаемся. Потому что сейчас 313, вот этих всех обзвонить, контактных всех надо обзванивать. Это все на них чехлисты заводить, это очень большая затрата времени и сил, понимаете. А у нас молодые врачи не выдерживают, они увольняются, уходят. Плюс прием, плюс диспансер. Плюс никто не отменял диспансер, никто не отменял другие заболевания, инфаркты, инсульты и так далее. Понимаете, мы загружены вообще на последних силах. И вот это сейчас 10 августа у вас начнется супер гонка на эту вакцинацию. Я не знаю, где я вам людей находить буду. У меня всего 2 выездных бригады на данный момент на вакцинацию. Потому что КВ увеличилось у нас на мобильную бригаду в день. Или было 13, или 8 вызовов. Сейчас 59-45 вызовов в день вызывают. Это у меня 2 мобильные бригады выезжают. Это очень тяжело работать. Может, когда реальные экскурсии проводить вам в нас в поликлинике, в инфекционном отделе, чтобы люди понимали. Тот, кто провакцинировался, 2% которые там есть, которые есть, зоны риска есть, они переносят это гораздо легче. Гораздо легче переносят. Мы говорим о том, что да, вирус в носителе он ходит, но если человек провакцинировался, он может заболеть, может не заболеть. И у него больше реакции не заболеть в том, что даже если вступил контакт с вирус носителем. Потому что у него вакцина есть, она в крови уже, уже понятно. Уже организм видит, что это он отталкивает. Мы же не гоняемся же там, каждый день, мы с вами в феврале проводим, в январе проводим там вакцинацию против гриппа. Ну а то это же количество вирус носителей там гриппа, кто там болеет, кто-то даже не уменьшается же. Но за ним же за каждым полицейский не бегает же. Конечно. И медик за каждым не бегает. Вакцину поставил, я получил вакцину, все, то есть человек может считать себя в безопасности. Пускай не 100%, понятно, это нереально 100% будет. Никто не дает 100% безопасности, там гарантирования. Все же прекрасно понимают, все умные, взрослые люди. Но то, что риски снижает, очень сильно, очень сильно риски снижает. Особенно тяжелого течения заболевания, это 100%.